...посчитывает эту информацию, и по проводящим путям эти импульсы попадают в головной мозг. Если есть проблемы центрального характера, то, конечно, вероятнее всего, что это не вернуть. Если со стороны носа, чаще всего удается компенсировать такие состояния. Здорово, то есть надежда всё-таки есть. Да. Ещё очень сложная история. Уже три года мучаюсь отёком носа. Нос дышит, но заложенность, гнусавость есть. Три года ничего не чувствует человек. Она прошла аллерголога, пульмонолога, гастроэнтеролога, психолога, эндокринолога. Анализы в норме. Назначают одни гормоны. Митепред и преднизонол. От назанекса, авамикса и флексоназы сухостью носу они не помогают. Поправила перегородку девочка. Ей убрали незначительные полипы, хотя они ей не мешали. И даже после операции симптомы не прошли. Гормоны помогают. Эффект на две недели. В данный момент опять иногда высмаркивается гной. Помогите, чтобы она не прошла всех своих врачей. Это сложные пациенты, которым показана так называемая ФС-хирургия. Мы выполняем расширенную функциональную риносинусохирургию. Открываем все конусовые пазухи. Соединяем их с полостью носа. И вероятнее всего, что здесь раз назначены системные глюкортикостероиды системного действия. Это и метипред, метилпреднизолон и преднизолон просто. То вероятнее всего речь идет о полипозном процессе. Полипозный процесс – это хроническое воспаление с образованием полипов в клетках решетчатого лабиринта. Поэтому это должно решаться хирургически. То, что полипы не беспокоили пациента, это говорит о том, что они еще не вывалились, грубо говоря, в полость носа. Поэтому здесь должна быть объемная эндоскопическая риносинусохирургия. Вероятнее всего, что это только и поможет. Ясно. Спасибо. Следующий вопрос достаточно блицевый. Операция при искривлении носовой перегородки. Как ее делать? Под общим наркозом или местным? Лучше? Обязательно под общим наркозом. Те времена, когда мы оперировали пациента под местной анестезией, уже прошли, к счастью. Потому что, во-первых, мы сейчас выполняем такие операции с использованием эндоскопической видеотехники. Нам нужен обзор. Пациенты под общим наркозом нам удается скорректировать их артериальное давление. То есть, мы выполняем операцию на сухом операционном поле. Все видно. И от этого зависит качество операции. Кроме этого, перегородка носа очень редко бывает как монооперация. Пока пациент созревал для этой операции, у него произошли определенные изменения носовых раковин, ног, носовых пазух. Как правило, это довольно-таки объемная операция. И незачем человеку терпеть и незачем нам мучиться для того, чтобы оперировать пациента под местной анестезией. Такие операции выполняются во всем мире под общей анестезией. Рита Немодная спрашивает. Можно ли как-то народными средствами без капель и без спреев лечить ренит? Ренит – это очень такое всеобъемлющее понятие, которое объединяет очень много. Мы в начале сегодняшнего эфира говорили с вами о рените, вазомоторном рените. Поэтому есть, скажем так, разные формы ренитов. Если это хронический гипертрофический ренит, то, конечно, здесь никакие средства не помогут, кроме хирургического лечения и использования тех же интраназальных глюкортикостероидов. Поэтому я думаю, что такие вот средства есть. Медикаментозно оформленные препараты, такие как фитопрепараты, которые создаются фармкомпаниями. Но для этого используются такие травы различные, секретолитические препараты. Синупрет, зилгон, они все на слуху. Но вот домашним лечением лучше не заниматься вообще, потому что зачастую это приводит к запущенным формам от тех же ренитов. Спасибо. Очень много, доктор, вопросов про искривленную носовую перегородку. Если она не очень сильно мешает жить и эстетически как бы тоже все устраивает, нужно ли делать операцию? Или можно с этим прожить всю жизнь, и она будет достаточно счастливой, эта жизнь? Ну, перегородка влияет на счастье, безусловно, только в том случае, если нарушена функция носового дыхания. Мой учитель, профессор Пескунов, говорил, что не работает нос, не работает голова, поэтому счастливым быть невозможно, если у тебя не дышит нос. Поэтому здесь очень важно оценивать функцию носового дыхания, причем не то, что сказал вам пациент, а выполнять определенные... ...монометрия полости носа, то есть создание понимания того, все-таки как нарушена функция носового дыхания. Здесь нужно разграничивать ситуацию с наружним носом, когда нарушена форма наружного носа. Допустим, считается так, что спинка носа – это наружный нос, да, он не имеет отношения к перегородке, но если есть выраженная деформация наружного носа, то перегородка при этом крайне редко бывает ровной, поэтому пациента должен оперировать не пластический хирург, а должен оперировать от ларинголог с навыками пластического хирурга или же пластический хирург, который работает врачом-от ларингологом. Такие специальности смежные, они существуют. И идеально прямых перегородок на самом деле не бывает. Не очень правильно, то есть должно быть показания. Есть такое понятие, как случайно найденное искривление носовой перегородки, когда пациент пришел, у него там болит ухо или болит горло, танзелит, ему на всякий случай посмотрели полость носа и увидели, что у него там маленький где-то там гребешок в задних отделах полости носа, и ему экстренно, срочно рекомендуют сразу же оперироваться. Это не очень правильно, потому что человек должен понять, что действительно его беспокоит, у него нарушена функция носового дыхания. Поэтому все-таки нужно обращать внимание на функцию носового дыхания при выборе тактики. Ну вот давайте про меня поговорим. Я обращалась к вам с этим вопросом. Я к вам обращалась с этим вопросом. У меня как раз нарушена перегородка была на клипе «Мама Люба». Как я уже сказала, этот момент, возможно, это он как раз есть в кадре, когда я лечу с заднего сидения и ударяюсь в торпеду, слышу хруст, жуткую боль. А потом, ну то есть живу с этим, но у меня затруднилось дыхание. И мы с вами смотрели мою перегородку, она действительно сдвинулась вот сюда. И мне действительно сложно дышать, и мой мозг работает. Иногда я чувствую недостаток кислорода, мне сложно петь, потому что правильно дыхание нужно брать быстро и носом. А типа, ну я не могу. Ну то есть поэтому я дышу ртом. Во время вокала я быстро перестроилась за эти годы. И, конечно же, я хочу сделать операцию, чтобы снова хорошо дышать. Но я боюсь. А вдруг вот эта моя сипаца, которая вот эта моя лёгкая заложенность носа постоянной, которую я не слышу, но которую слышат все. И вдруг это уйдёт. Я тоже не могу решиться делать. Вообще это как-то страшно. Если делать операцию, то, может быть, заодно и нос уменьшить. ...ограниченная септопластика, когда мы под эндоскопическим контролем убираем тот небольшой фрагмент, который мешает вам дышать. Конечно, это можно сделать. У нас наблюдаются много артистов, которые задаются тоже тем же вопросом, у которых есть очень существенные проблемы с лорорганами, но которые боятся того, что пропадут характерные, ну, в общем, узнаваемые темпы. Тембральные уже, окраски. Есть один знаменитый певец, которого мы много лет наблюдаем, с узелками певцов, на ножке, с образованием на свободной краю голосовой складки, но он настолько его знает все, настолько его голос узнаваем, что, конечно, он опасается оперироваться. Поэтому, когда это связано с профессиональной деятельностью, здесь нужно действительно сопоставить и понаблюдать, насколько деформация носовой перегородки влияет на другие эндоназальные структуры. То есть, что дальше будет развиваться в связи с этим искривлением. Если ситуация будет меняться, то, конечно, лучше прооперироваться. Да, я могу сказать, что с каждым годом становится дышать все сложнее. Я обратила на это внимание. А скажите, доктор, а вообще это больно? Насколько это опасная, может быть, операция? Ну, то есть, я, господи, я трусиха такая, я уколота, боюсь. Ладно. Нет, ну, операция выполняется под общим обезболиванием, вы ничего не чувствуете. И здесь только психоэмоциональный какой-то момент при медикации, то есть тех инъекций успокоительных наркотических анальгетиков, которые... Да, вот и все. Вот только этот период, дальше и послеоперационное введение, как правило, оно не имеет каких-то выраженных... Любая операция, она должна быть обоснована, потому что, ну, есть определенные риски кровотечений. Хотя сегодня мы не выполняем такого рода операции с тампонадой, мы ставим специальные сплинты или тенты, которые держат структуры полости носа без вот этих вот длинных тампонов, потому что каждый пациент, который приобретает, подпишет. Продолжение следует... Продолжение следует... КОНЕЦ РИГИЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...